Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs и сегодняшнее видео это будет некий отзыв о 3D принтере компании Picasso, модели Designier XL Pro Series 2. Это топовый принтер в линейке Picasso и один из самых топовых в России в своем классе, ну так считается. Зачем нам вообще нужен был 3D принтер такой? Ну спектр задач очень широкий, одна из задач была печать корпусных деталей, деталей обвесов на прототип электротранспорта нашего. И мы посоветовались с несколькими людьми и они сказали, что этот принтер нам собственно подойдет наилучшим образом. Его цена на данный момент он стоит 700 тысяч рублей, что как бы очень много. Какое вообще первое впечатление было, когда мы его вот купили, распаковали? Первое впечатление это как-то он не выглядит на 700 тысяч рублей. То есть, ну вот да, металл сделан из металлопласта, все на винтиках, да, здесь вот сверху ничем оно не прикрыто, прям. Отверстия, щели в корпус, дверки вот эти вот пластиковые на 3D печатных петлях, вот так вот все болтается, шевелится, все как-то, ну что как-то, ручки 3D печатные. Ну то есть, 700 тысяч рублей, за 700 тысяч рублей сейчас можно купить, например, автомобиль Lada Granta с салона новой, ну минимальной комплектации. Касаемо 3D принтеров, за эти деньги можно купить, например, 47 принтеров Ender 3, либо 15 хороших, просто хороших китайских 3D принтеров. Да, у них не будет такой области печати, у них не будет подогрева камеры, двух сопел и так далее, но это будут хорошие принтеры, которые будут хорошо печатать. Тут как бы в 15 раз дороже. Потом, ну в целом видно как-то, да, вот опять же вот эта вот хлипенькая дверца на 3D печатных петлях. Светодиодная лента, вот здесь просто приклеена и сама по себе вот отваливается, висит, болтается, ну как-то не на эти деньги выглядит. Вот этот вот зажим для пластика, сейчас она, трубка болтается, а когда его только привезли, ее надо было плоскогубцами там протаскивать. Хотя, ну, просто 3D печатный кронштейн, вот такой вот, он разболтался. Почему нельзя было сделать кронштейн хотя бы не 3D печатный, непонятно. Потом, основное, софт, то бишь слайсер. Производитель, компания Пикассо, настоятельно рекомендует использовать свой слайсер, называемый Polygon X. Теоретически можно использовать и другой слайсер, но, во-первых, надо где-то найти, сделать исходный и конечный код, а во-вторых, даже сам производитель делать этого не рекомендует крайне, потому что говорит, что функции принтера могут не работать некие, и у вас могут возникнуть проблемы и так далее, и так далее. В общем, по сути, можно сказать, вот вы купили принтер, и к нему идет слайсер. И вы можете работать только в нем. Что касаемо их слайсера Polygon X, ну, как я слышал мнение, что это не совсем их собственный слайсер, что по большей части он скопирован с другого, не с куры. Но все же, да? Функционал. Ну, с первого ощущения, ну, он очень непонятный, интуитивно непонятный функционал. Вот так можно сказать. То есть вам нужно переместить деталь, ну, повернуть ее, да? Здесь вот какие-то градусы по осям. По какой оси мне надо, какие градусы. Пока не проработаешь в этом, так, часов 10, наверное, это не будет интуитивно понятно. Если мы заходим в ту же куру, ну, вот, нажимаем, ну, нам все показывается, куда вращаешь. Все, все видно, интуитивно понятно. Вот. Ну, и так же, вот, что настрой задания, как бы, где, что, как сохранить файл. Ты вот это вот сначала вообще не понимаешь. То есть, ну, он совершенно другой. По скорости работы. Вот там у нас какие-то настройки, да? Подготовить, вот, к печати. Ждем. Ждем. Еще ждем. Оп. И... Давай. Есть. Наконец-то. Подождали. По слоям. Он дико лагает. Никакого динамического просмотра слоев нету. Вот, видите, я перемещаю. Все, он только секунды-две думает, только потом показывает конкретный слой, на котором я остановился. В динамике он мне ничего не показывает по слоям. Вот он. Просто жутко лагает. Хотя это элементарная простая деталь. Это вот подложка сидения, которую мы печатали на квадроцикл. Открываем ту же куру, да? Тоже какие-то параметры. Нарезка. В два раза быстрее. Предварительный просмотр. Ага. Смотрим. Все, мы по слоям все видим. Все, вот. В динамике. Вот, я вижу все по слоям. То есть работает гораздо плавнее, быстрее. А здесь, ну вот, оно все вот так вот лагает жестко. Есть ли вообще какие-то преимущества этого Polygon X по сравнению с курой? Преимущества, не знаю. Есть вот какие-то особенности, да? Вот, например, то, что настройка вот материалов происходит в принтере. И под каждый пластик у тебя сохраняется в профиль. Ну, в принципе, да, неплохо. В остальном, ну, по мне, мне Кура гораздо больше нравится, как слайсер. То, что производитель обязывает вас в их слайсере работать, который, ну, практически по всем параметрам хуже. Не знаю. Очень специфический. Ну, вы скажете, ну, пока ничего такого. Что же в нем плохого тогда за эти деньги? Ну, а то, что он не работает. Даже сейчас, как видите, он включен. Экран не работает. Если по нему как-то стучать, где-то нажать, бывает он включится. Но не всегда. И это далеко не единственная поломка. Этот принтер у нас где-то полгода. Ну, где-то даже пять месяцев. Из этих пяти месяцев он работал месяца два. Остальные три он был сломан. И это не было два промежутка. Эти промежутки вот так вот сменялись. Какая первая вообще, да, такая поломка, скажем? Ну, первое, это нам нужно было поменять хотенд. Здесь стоят заводы высокотемпературные. А нам нужен был низкотемпературный под ПЛА. То есть это не какая-то проблема. Они идут в комплекте. Вы просто, ну, если вам нужен низкотемпературный, вставляете высокотемпературный, вытаскиваете и так далее. Он крепится, меняется очень просто. Просто снимается крышка. Сбоку его крепит гужон под шестигранник. Вы его ослабляете, вытаскиваете. Сам хотенд вставляете другой. Все. Процедура занимает две минуты. Обычно. Я решил поменять. Снимаю крышку, откручиваю гужон. Экструдер не вынимается. Не понял. Посмотрел в инструкции. Так, ну, все ослабил. Все правильно. Один гужон. Не вынимается. Думаю, ну, может, пластик где-нибудь под закип. Включил нагрев головы, подождал минут 10, чтобы все прогрелось. Не вытаскивается. Пытаюсь пассатижиками аккуратно расшатать, отверточкой. Вообще никак. Ну, мертво сидит. Ничего не понимаю. Думаю, может, я что-то не так делаю. Пишу в поддержку. Что я делаю не так? Они говорят, ну, все так, как бы. Но вследствие естественного износа трубки хотенда, он может там закисать. Попробуйте, значит, пассатижами отверткой. Если не получится, разбирайте печатную головку и выбивайте хотенды из радиатора. Я думаю, что-то очень странно. Ну, никак не идет. Что делать? Ну, разбираю головку. Она тут очень сложная. С револьверной вот этой системой смены сопел. Подшипнички размером со спичечную головку. Все это рассыпается. Пружинки выскакивают. Разбираю. Вот хотенд стоит в радиаторе. Пытаюсь его выбить молотком. Выбивается, но прям тяжело. Как будто он там запрессован с приличным натягом. Хотя он должен рукой выниматься. Что такое? Смотрю. А вот здесь, где гужон его крепит, трубка просто развальцована гужоном. То есть на заводе, когда его собирали, этот гужон так затянули, что просто расплющили частично трубку хотенда, развальцевали ее вместе. И его никак было невозможно вынуть, кроме как выбивать просто молотком хотенд из радиатора. Ну, я написал про это в поддержку. Ничего мне не сказали. Ну, ладно. Потом, в один момент, включаю принтер. Экран не включается. Не понял. Несколько раз перезагружаю. Тоже не включается. Хожу, просмотрел все шлейфы. Где, что, постучал. Тут, пожалуй, потрогал, посмотрел. Включаю. Раз, включается. Ну, ладно. Начинаю печатать, печатает, спечатает. А потом, ну, я ушел на пару часов. Возвращаюсь, он у меня стоит в ошибке. Половина печатной головы представляет из себя шар из пластика. То есть он просто заплавил себя целиком пластиком, печатную голову. Я офигел от этого. Посмотрел в интернете, оказалось, это не у одного меня такая проблема. На этих принтерах такое случается. Просто, не пойми, откуда, где-то из хотенда начинает бежать пластик. Что делать? Ну, думаю, я его выключил. Ладно, включаю. Думаю, может, нагреть, там, попытаться пластик открукнуть. Включаю, он не включается. Пытаюсь опять. Смотрю, трогаю везде что. Десять раз. Включаю, он не включается. Ну, все, ладно. Гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт. Значит, они находятся, где-то их компания, в 80 километрах от нас. Выездных специалистов у них нету. Доставить своими силами, ну, принтер они не могут. Только транспортная компания. Хорошо, транспортная, вызываем, отправляем принтер транспортный. Ремонт занял почти ровно месяц. Из которых это недели две, он был в очереди на диагностику. По гарантии, да, вот поменяли, там, голову, все, он начал работать, приехал сюда. Я его включаю, он все включается, настроил, выровнял платформу, там, заправил пластик, выключил, даже не печатал. Включаю в очередной раз, он не включается. Чтобы вы понимали, вот до записи этого видео экран работал. Опять. Его потрогали, где-то там что-то нажали, он включился. Сейчас он опять не работает. Что здесь происходит? Я писал с этим в поддержку. Мне сказали, мы выслали вам плату HDMI, попробуйте ее поменять. Опять-таки сами. Но причем тут плата HDMI, она отдельно крепится к самому сенсору, да, дисплею. Если сам дисплей здесь многослойный, со шлейфами, со всем, и он вклеен вот в этот корпус. То есть, если надавить конкретно в области где-то дисплея, то он загорается. Значит, это проблема в самом дисплее. Он вклеен в корпус, то есть его физически там ничего особо не сделаешь с ним, только если целиком вот эту вот всю панель менять вместе с дисплеем. Они почему-то в поддержке этого не хотят. То есть, как я понимаю, они взяли его в гарантийный ремонт, там просто по нему постучали, такие, о, заработал, все, можно обратно отправлять. Он сюда приехал, чуть поработал, опять не включается. Но я же описывал проблему, что не работает дисплей. Можно же было, ну, дисплей заменить. Нет. Также, касаемо проблемы с тем, что у него печатную голову, все заплавило пластиком. Я общался с человеком, который работал в компании Пикассо. И он говорит, что он работал там очень, ну, давно, лет пять назад. И он говорит, что даже тогда все знали об этой проблеме, что это просто конструктивный просчет самого хотенда. Пластик начинает лезть из-под, ну, самой рубашки теплоизоляции. То есть, что из себя хотенд представляет? Это там алюминиевый такой кубик, да, в который входит нагревательный элемент, термопара. С одной стороны на резьбе вкручивается, ну, вот трубка хотенда, которая бывает высокотемпературная, цельная, либо низкотемпературная с тефлоном внутри. И с другой стороны в той же резьбе вкручивается сопло. И это трубка и сопло, они как бы друг в друга входят и уплотняются. Также тут есть гужон на трубку хотенда. И место под гужон было на нашем экструдере под сопло, но гужона там не было. Так вот, получается такая штука, что когда принтер постоянно работает, видимо из-за давления и вибраций и еще чего-то, эта трубка с соплом как бы чуть разбалтываются, ослабляются на резьбе. И просто между ними начинает давить пластик из-под экструдера. Он, соответственно, лезет из-под теплоизоляции за всех щелей, лезет в голову и получается у вас вместо печатной головы возле такой шар. Пять лет назад в компании Пикассо об этом прекрасно знали. Я думаю, знают и сейчас, что это чисто их конструктивный просчет. Но с этим ничего не делают. Видимо, может, в случае подобрали такую редкость случаев, что вот когда у вас гарантия кончается, и вы попадаете на печатную головку, которая будет стоить, наверное, 30-50, что-то такое. Очень удобно. Так, какие итоги? Принтер за 700 тысяч рублей больше стоит и не работает, чем работает. У него ломается все, да, невозможно вытащить хот-энд, у него заплавляет головку печатную пластиком, у него не работает дисплей, даже в гарантии, в гарантийном ремонте как бы не отказывают, но просто включают дурака, можно так сказать. То есть им говорили, что вот у вас дисплей не работает. Они говорят, давайте вот посмотрите шлейф, и точно ли переводкнут, и точно ли это. Я говорю, конечно, я уже все посмотрел, все переводкнул. Ничего нету. Точно нет механических выражений? Точно. Потом мы вам отправим шлейф. Зачем шлейф, если, ну вот, который идет к этому? Все нормально с ней. Мы вам отправим плату HDMI, если все с ней нормально, но у вас, блин, экран, дисплей сам трехслойный, залитый, и там что-то в нем, вот, ну, с ним какие-то проблемы, тем более, ну, для дисплеев такого рода проблемы типичны, когда их неправильно устанавливают, перетягивают, у них может что-то либо коротить на корпус, либо наоборот не контачить. Ну, это довольно типичная проблема некорректной установки. Но нет, вот эту вот панель с дисплеем, они пока что не хотят отправлять. Опять его ввести в гарантийный ремонт, ну, вот, при предыдущей доставке, как раз со стороны Пикассо, транспортной компании, они его так хорошо упаковали, что вот здесь вот петлю сломали, там металлопласт загнут, ножки у принтера, пара не хватает. Вот такая вот доставка, бережная, из гарантийного ремонта. Опять же, за 700 тысяч рублей. То есть, по моему мнению, ну, вот, в этом ценовом сегменте, это, наверное, один из самых худших принтеров, что можно купить. Ну, а на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok